Добрый день, друзья! Это Чехов. Вот уже день заканчивается. И сегодня, соответственно, был одиночный пикет возле администрации города Чехова. Эфир ввел Михаил Корнеев в группу за референдум ВКонтакте. Обязательно посмотрите. Я вот буквально перед эфиром записал небольшое видео. И мы сейчас, соратники, расскажут, что было и чем все закончилось. Приветствую, Евгений Петрович. Добрый день. Вы тут главный герой. Расскажите, что сегодня произошло возле администрации города Чехов? Сегодня у нас большой день. Праздничный день сегодня. Я считаю, что праздничный день. За многолетие, за шесть лет уже прошло, шесть глав поменялось у нас в районе. Вот сегодня только мы утвердили и дошли до, как выразиться даже не могу, дошли до наших пониманий между главой и... Взаимопонимание. Взаимопонимание, да, дошло. Я так горжусь. Я вообще-то на втором небе нахожусь. Евгений Петрович, объясните людям взаимопонимание чего? Чего? Вот что самое главное. Что у нас много лет... Району всегда давали отписку. Нам не могли помочь и не помогали ни в чем. Даже депутаты областной думы, которые были у нас в районе, они... Мы к ним обращались, они даже ноль внимания. Газеты брали, изучали по сей день и изучают, и еще не могли изучить. Вы же просили их помочь бороться за свободу России, за свободу нашего народа, за свободу и освобождение, воссоединение единства Отечества. Совершенно верно. За то, чтобы выполнять задачи, которые нам указал наш... Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Об этом же вы их просили. Об этом. И вот сегодня пришли к взаимопониманию. Пришли к взаимопониманию. Даже нам предоставили условия, те, которые мы не ожидали. Народ наш, города Чехова, все сейчас как узнают о нашем решении обоюдном, будут очень счастливы и очень будут благодарны нашему коллективу, которым мы пробили вот эту брешь, которая не позволялась до сих пор нам получить. Сейчас мы... Назовите, пожалуйста, фамилию. Глава... Глава города у нас Артамонов, это самый уже последний, да. И от него тоже отписка есть, отказ был в прошлом году. Есть бумажка, что отказывает нам... Но сегодня они согласились. А сегодня, да, сегодня дали согласие. Правда, не он. Правда, не он, потому что, если бы он вышел, мы иначе поговорили. А его помощники, служба безопасности, мы нашли между нами обоюдный разговор и оказание помощи. Да, то... Ну, короче, нашли. Не будем мелочиться и разное говорить. Мы благодарны. Я благодарю вам и за вашу помощь активную, которой вы мне помогли, за многолетний период, который мы не могли ничего добиться, мы с чего не добились. Теперь мы будем вместе с народом, я буду... У нас много нодовцев у нас в Чеховском районе, которые были обижены от власти нашей. Не разрешалось ни газеты выдавать. От власти пятой колонны, надо заметить. От власти пятой колонны, да. Которые служат интересом США. Совершенно верно, да. Вот эти враги пятой колонны, вот сегодня сдались. Не то, что сдались, а решили пойти на компромат с нами. Компромисс с нами. И вот они нам пообещали, с завтрашнего дня мы будем... Я буду следить за всеми этими, за всеми движениями, буду вписывать, буду докладывать, буду все. И мы будем вникаться, восстанавливать свои помещения. И бороться за освобождение нашего лидера. Владимира Владимировича Фолкина. Что мы им предъявили? Какое? Требования. Мы предъявили требования, чтобы оказали помощь нам, чтобы оказали помощь. Чтобы включили административные ресурсы. Чтобы включили ресурсы на судебный сбор подписей против Дианы Горбачева. Наши власти дали добро. Мы будем совместно уже, сейчас устаканимся с помещениями, и будем совместно собирать подписи. И обеспечим это. Будем договариваться на подписку газеты нашей Нодовской всем руководителям. Потому что наш центр, наш Владимир Владимирович Путин, сказал всех чиновников обязать подписаться на нашу газету «Национальный курс». Я нашу главу подписал в прошлом году. Он получал газеты от нашего Нода, получал. В этом году нет. Мы не подключились, не успели. Но сейчас... Да, мы подписали его на целый год. Ну, тогда тоже были у нас... Но ничего, все нормально. Я считаю, что мы обоюдное решение, что сегодня решили, без него хотя, с замами. Я думаю, что продолжаться будет. И я буду держаться за вот это вот их слово, которое они обещали. Я буду до конца наводить... Слово Неворобеев вылетел, он не поймает. Да, буду следить за этими... Завтра пойду к ним на прием, пойду. Посмотрю, что к чему, как. И будем решать дальнейшую нашу работу. Будем проводить. В защиту нашей Отечества. Страну нужно вывести. Без Отечества нам не жить. Это, по-первых. Так что будем решать вопросы совместно. Теперь уже. Как было сказано сегодня, так и будем решать. Ясно. Рамзан, что ты можешь сказать? Ну, на этот раз... Ну, я хочу сказать вот об этом человеке. Вот честно сказать, я поражен в его годы. Он был два раза ранен. Воевал за Отечество, оставил интересы России. Был два раза ранен, как мы видим, в преклонном возрасте. Но при этом у него бьет ключом энергия, защищает свободу, освобождает нашу страну. И делает все возможное, чтобы мы, его дети, наши потомки, жили в свободной, суверенной нашей родине, в нашем государстве. Вот я хотел бы за него сказать спасибо ему огромное. Спасибо ему огромное. Спасибо, отец, вам огромное. И дай Бог вам много-много лет здоровья, чтобы вы всегда были у нас, рядом. И показывали бы нам правильный путь, куда двигаться и как жить вообще в нашей прекрасной стране. Спасибо вам огромное. Свобода Отечества Путин и скажу, подписывайтесь под иском отмены преступного договора, подписанного Горбачевым. Не требуйте о внесении поправок в Конституцию и вливайтесь в национально-освободительное движение, чтобы освободить нашу родину от этих паразитов США и в его прихлебателях, пятой колонны и блока НАТО. Ребят, всех вас благодарю. Спасибо. Очень сердечное вам благодарю за вашу помощь. Михаил, кто ты можешь сказать? Я тоже благодарен Евгению Петровичу Поповскому за такой невидимый фронт. Он все эти годы бился на невидимом фронте. Большинство людей непонятно, что он делал. Сменилось шесть глав. Он ко всем ходил по-человечески, пытался с ними договориться, что нужно бороться за суверенитет, за отечество. Нужно провести просветительскую работу. Газета официальная. Но даже они ее брали, выкидывали. То есть они просто пятая колонна саботаж проводил. Но он боролся, боролся все эти годы. И сейчас вот очередной человек уже на посту. И вдруг такая неожиданная реакция. То ли они Рамзана увидели, то ли Святой Прямой Эфир делает определенное дело. Я не знаю. Но вдруг пошла... Михаил, можно вставлю, да, слово? Спасибо, безусловно. Я всегда говорю в своих эфирах. И все нодовцы тоже согласны с этим тезисом. Мы все верующие. И я вот скажу, там где правда, там Бог. И с Божьей помощью нам удается отстаивать нашу страну, нашу Родину. И Бог с нами. Всегда Бог с нами. Смотрите, и по погоде, и по всем параметрам нашей жизни, где мы продвигаемся, он рядом с нами ходит. Потому что правда за нами. Да, на нашей стороне есть. Мы должны довести это дело до конца. Помочь стране, нашим детям, внукам и родителям, у кого еще родители есть, помочь выйти с этого дерьма пятой колонны. Нам не должно быть. Мы без суверенного государства нам не жить. Не выжить никак. Нам только нужно суверенное государство и границы 1941-1945 годов восстановить. А в дальнейшем будет уже поправимо. Легче будет нам жить. И вот я хотел добавить, что именно вот эта победа на идеологическом фронте самая важная победа. А не та, которая на передовой. На передовой ребята защищают. Но это самый низший уровень правления, шестой. Как только произойдет победа на идеологическом фронте, как только мы вернем суверенитет нашему отечеству, независимость, как только мы вспомним, что международное право нас защищает, и русский народ проснется просто, международное право нас защищает. Моментально прекратится весь американский террор на Украине, прекратится вся война. То есть нужно довести именно победу до самого победного конца. Другого варианта не существует. Иначе война вот эта, американцами развязанная, будет идти просто вечно, пока люди не смогут прозреть. Так что, Евгений Петрович, мы вас поддержим. Когда будут коллективы школьников, студентов, у вас тут три техникума, да, собираться, вести просветительскую работу, мы вот с удовольствием приедем, поддержим, поможем. Все, я буду на ЧК, постоянно будем связи иметь, содержим между собой. Я буду вас приглашать. Все отлично. Во все времена нашей... Параслуха, что ли? Да, да. Ну, вот, друзья, такие на сегодня новости. Сегодня у нас 18 мая, 2023 год, город Чехов. Ну, я предлагаю, вот, всем нодовцам, вот, наши многие смотрят, да, не только в Москве, но по всей стране, YouTube-канал «За референдум лайф», кто еще не подписался, подписывайтесь, проделывать то же самое у вас, в ваших администрациях. Приходите, не бойтесь. Так сказать, уже мы свое отбоялись давным-давно, понимаете? Приходите то же самое, требуйте от них, чтобы они включились... Если они, да, если они позиционируют себя как патриотов, да, как обычно, ну, тогда пускай конкретным делом помогут. Вот, и это все надо снимать на камеру, давать прямые эфиры, видео там и так далее, чтобы народ видел вот этих вот глав администрации и так далее, кто там с ними связан. И надо, да, идти и требовать уже. Прошли те времена, когда мы, когда нас, знаете, вот, не успеешь пикет выйти, сразу полиция приезжает и задерживает. Называют они. Составляет протокол, и понятно, что суд по-любому вынесет обвинительный приговор, и будет штраф. Ну, вот это сто процентов. Но вот это уже все прошло. Уже другой уровень у национально-освободительного движения. Поэтому призываю всех делать то же самое. Вот что мы сделали сегодня, вы вот рассказали. Есть эфир, еще раз повторюсь, за референдум ВКонтакте группа. Наша будет ссылочка в описании к видео, по этой ссылочке. Я даже там размещу вот этот, саму ссылку на ролик, чтобы вы посмотрели. Как шло общение с администрацией и так далее. Чтобы мы всегда все снимаем в прямом эфире. Мы там, это, знаете, не занимаемся там этим вырезками, подрезками, подставками. Вот все вот как есть, так мы снимаем. Поэтому давайте, ребята, только вместе мы сможем победить вот этих вот коррупционеров. И вот этот Амера террор на Украине. А здесь-то, понятно, пятая колонна вот эта вся засела. Ее надо вскрывать, подсвечивать. И понятно, что они уже в такой ситуации, что не знают, что делать. Или бежать им, как крысы с тонущего корабля, или там что-то как-то... Выворачиваться. Да, выворачиваться. Поэтому вот такое предложение у меня к вам. Присоединяйтесь. Спасибо. Если нужна помощь, вызывайте, звоните. Мы всегда придем. Оперативную бригаду Ромшнад. Да, оперативную бригаду Ромшнад. Друзья. И Ахмад спецназ рядом с Ромшнадом. Тем более, командир спецназа сам является следом Ромшнадом. Которые тоже нас смотрят постоянно. Покажи. Вот так мы выполняем задачи, которые ставит для нас наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Свобода! Отечество! Путин! Свобода! Отечество! Путин! Свобода! Отечество! Путин! Ура! 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 Молодцы. Наказ вернуть Отечество.